добрый день наши уважаемые зрители сегодня в данном видео мы будем рассматривать установку дисплея на s7 edge как вы все знаете данный телефон имеет специфическое строение дисплея то есть дисплей у него гнутый и к тому же он мягкий вот в отличие от допустим с 7 у него он сделан из стекла далее на рынке присутствует несколько видов дисплеев на данный телефон есть оригинальные стопроцентно в дисплее то есть сервисные модуля так называемые то есть они выглядят на сто процентов оригинальными то есть идет полностью на раме то есть он уже приклеен идут заводские скотчи то есть все закрыто вот идет шлейф интерфейс не потому что клавиши находятся под дисплеем сама рама на некоторых присутствует батарейка вот и присутствует просто сам голый дисплей который устанавливается вот на раму вот в чем разница между этими дисплеями здесь все приклеено по заводскому то есть приклеена аппаратами вот и по причине этого этот дисплей стоит на пару тысяч дороже чем допустим вот подобный дисплей значит во время установки я покажу что делается для того чтобы избежать некоторых очень сложных моментов чтобы потом клиент вернулся к вам с какими-то претензиями далее мы сейчас телефон наш находится на плитке вот мы его разогреваем для того чтобы его расклеить данном видео мы будем рассматривать установку не сервисного модуля который будет приклеиваться на раму клиента вот с предварительным очисткой обезжириванием этой самой рамы и еще некоторыми нюансами вот мы убираем сервисный модуль вот этот модуль можем прибрать туда чуть подальше вот сейчас мы возьмем выглядит он вот так вот это микс микрофоном то есть вот так вот это все выглядит не очень приятно вот то есть удар был боковой раму придется чуть-чуть подпилить потому что как бы модуль не получится поставить ну что ж в принципе я считаю что можно приступать в процессе расклейки мы используем пластик и специальную жидкость вот что это за жидкость я вам не могу сказать не по причине того что я не хочу просто по причине того что да не просто нет никаких опознавательных знаков и мы даже сами затрудняемся определить используем мы вот такую вот вещь вот ну что ж приступим аккуратно заходим ему под стекло вот так как телефон сейчас очень неплохо разогрет то есть в принципе все это проходит достаточно гладко но как всегда мы будем использовать нашу замечательную жидкость для простоты назовем ее просто газ что делает этот газ газ разжижает клей и не оставляет за собой следов то есть он почти 99 процентов его испаряется вот здесь под крышкой находится mfc антенна поэтому стоит проявить проявить некую аккуратность в данном моменте здесь вот здесь здесь и вот здесь находится скотч дополнительный так как я вижу что на телефоне дисплей не менялся и все по заводскому приклеена то могу предположить что он там есть поэтому опять же нужно проявить аккуратность стекло конечно достаточно упругая вещь и эластичная в разумных пределах но злоупотреблять этим не стоит я так думаю люди которые меняли дисплеи на подобных устройствах иногда сталкивались с тем что при определенном натяжении или напряжение то есть и кого полоси уже приходилось тогда идти на поиски новой крышки вот почти прошли по всем параметрам даже тут есть вот видите вот он скотч даже будет очень удачно от него избавиться вот телефон нагревался при температуре 77 градусов на протяжении порядка 15-20 минут вот вот так выглядит наш телефон вот они скотчи вот мы когда будем собирать телефон уже до конца мы их уберем от моем крышку и приклеим новые вот дальше откручиваем болты вот теперь так еще один выключен принципе мне особо бы помешал тем не менее уж хотел чтобы у нас все было красиво далее из практики заходить надо вот с этой стороны то есть вытаскивать пластиковые штуки так называемые антенны об то есть здесь как видите нету ничего что можно было бы оторвать или зацепить вот так как мы меняем дисплей принципе здесь где шлиф дисплея нам уже не опасно здесь мы заходим вот здесь об все вот перед нами внутренности телефона далее мы отключаем батарейку потому что мы в любом случае не можем ее включить теперь мы отключаем дисплей вот перед тем как клеить дисплей мы убеждаемся что нету никаких пузырей вот здесь вот дисплей оригинальный но зачастую присутствует то есть стекло переклеена бывают такие моменты до что если они там чуть-чуть неправильно приклеили стекло то есть появляется пузыри также опять же хочу обратить внимание если когда мы будем приклеивать этот дисплей вот здесь находится фольга медная вот как мы здесь если посмотреть внимательно видно что она как бы сверху такая вот болтается приклеена то есть так как мы не в условиях завода не можем клеить в вакууме то есть останутся возможно какие-то пузырики то есть под дисплеем их будет видно вот в таком вот виде но опять же повторю как бы повторю что работают в таких условиях да мы не можем никак на это повлиять все что мы можем это постараться минимизировать их количество вот на сервисных модулях то есть так как там клеится автоматикой то есть там подобного не присутствует я для начала проверю сейчас дисплей наш и уже потом не знаю надо будет как-то согласовать с клиентом подобные вещи там снизу просто идет тепловая трубка если вы замечали когда он показывал сервисный модуль вот так как мы отпустили все болты то скорее всего не дожимает до тепловой трубки телефон достаточно мощный производительный поэтому возможен перегрев устройства еще раз отключаем телефон разблокировался судя по большому количеству приложений телефон достаточно долго не сбрасывался ну видите теплоотвод нам помогает даже сейчас и чувствую через такую толстую термопрокладку и радиатор что он достаточно тепленький так давайте проверим наш дисплей то есть что требуется требуется определить рабочие грани дисплея то есть это очень важно потому что здесь в данной модели телефона эти грани используются вот эти вот гнутые которые будут стоя с этой стороны выбираем тач и начинаем проводить наши грани так вот видите то есть никаких нигде нигде нет обрывов вот проводим здесь еще то есть осознательно здесь оставил для того чтобы можно было сделать вот так ну собственно дисплей наш рабочий претензий к нему нет никаких выставивших изображений битых пикселей и прочего того чем клиент будет не согласен выходим выходим что мы сейчас делаем мы сейчас выключаем телефон убираем теплоотвод да скорее всего не доходит он до термотрубки поэтому ошибка горячо отключаем наш дисплей он пока у нас будет лежать в сторонке либо сейчас он нам не требуется так нет так дело не пойдет сюда я уберем сверху дисплей очень хрупкий ну и начнем разбирать наш телефон извлекаем сим лоток вот клиент как обычно любит оставить флешки симки хотя мы настоятельно рекомендуем людям которые оставляют нас телефоны забирать подобные вещи так как поток работы очень большой иногда бывает так что просто кинешь и она будет валяться клиент потом будет ну и может быть глаз замылиться и ты ее просто не увидишь с первого раза а клиент придет и начнет тебе говорить о том какой-то нехороший человек поэтому нашей квитанции прописано что за оставленные симки и флешки мы ответственности не несем дальше вот мы отключили все наши шлейфа вот загибаем вот здесь прихватываем вот с этой стороны здесь вот отводим и ведем сюда вот здесь у нас идет интерфейсный шлейф вот тепловая трубка которая идет вот они термопрокладки вот плата нам в данный момент не нужна так так как дисплей поврежден и мы его не сможем ну там реанимировать не знаю переклеить ему стекло поэтому в данном видео будет рассмотр рассматриваться достаточно варварский способ снятия дисплея вот но для того чтобы этого ничего не было мы сейчас в любом случае будем разогревать телефон опять мы снимем батарею как бы по большому счету лишнее этого движения но вы должны понимать что то внутри находятся химические элементы до которые под воздействием температуры ведут себя не всегда корректно то есть можно допустим оставить телефон на сутки на плитке и собственно вздуется батарея чем меньше тепловое воздействие тем лучше поэтому мы подходим к этому вопросу с интересующей нас стороны прихватываем чуть-чуть батареечку оп вот вот эти все скотчики в принципе здесь они позволяют наставить их на месте вот сейчас мы пройдемся газиком обезжирим нашу батарейку выправим шлейфик для чего это делается чтобы потом когда мы садили ее на обратно на раму то есть чтобы ничего не препятствовало ее лучшему прилеганию корпусу так перехватить вот эту штучку потихоньку ее накрутить на пинцет опа какая она стыдная точнее не согласны вот убираем лишнее еще разок протираем нашу батареечку и откладываем ее в сторону на бананом сейчас нужно далее вот эта рама да то есть она вся сейчас пойдет на плитку и будет загорать в течение порядка ну наверно минут 10-15 как бы чем лучше я ее разогрею тем проще мне будет снять дисплей опять же когда я буду его снимать видите здесь он раскрошен да то есть соответственно скорее всего она посыпется и будет присутствовать такая вот как бы стеклянная пыль очень очень не рекомендуется ей дышать это очень плохо вот далее мы сейчас в тот момент пока оно будет разогреваться мы постелим здесь специальную штучку вот и поэтому сейчас мы продолжаем мы будем подходить к этому вопросам радикально вот сойдет в принципе сейчас мы заходим к нему вот сюда так как дисплей мертвый то есть никто с ними церемониться уже не будет то есть сюда то есть сюда и вот сюда вот так вот вот так вот и сейчас мы начнем опа вот о чем я собственно говорю все сейчас это чудо будет сыпаться вот очень неприятная вещь надо держаться от всей этой пыли подальше и будем вот так вот вытаскивать надо вытаскивать до определенного предела момента вот и вот здесь мы видим снизу идет шлейф кнопки берем нашу замечательную жидкость и проходим все вот здесь теперь что может быть он не особо видно да тут есть вот такая штучка закладочку мы оставим теперь мы сейчас пластик здесь чуть-чуть режем дабы не повредить кнопочку дальше то в принципе уже не страшно но нужно проявлять аккуратность потому что снизу там находится еще и замечательные штуки как сенсорные клавиши некоторые ребята их любят отрывать вот что мы имеем здесь же на стекле присутствует такая штука для центровки кнопки вот мы сейчас аккуратненько снимем ходим здесь снимаем вот и все все что нам требовалось оставить теперь это все пойдет у нас мусорное ведро ну что мы тут видим можно в принципе убрать все как всегда видим кучу загрязнения сейчас мы все вот это лишнее приберем эти боковые скотчи вот где наш принцип прибер а очередь а ничего нет но Вот мы все зачистили. Теперь мы будем делать пленную вещь, наверное, которая бы инженеры компании Samsung пришли бы в ужас. Мы здесь убираем грязь лишнюю. На дисплее вот здесь присутствует одна большая микросхема. Она представляет из себя просто кусочек стекла. Вот такой вот. Это чтобы вам было все понятно. При установке, так как мы не на заводе, то есть и соответственно позиционирование не выполняется станками и автоматами, то есть вот здесь есть выемка такая под эту микросхему. Не всегда можно четко в нее попасть по углам. Бывает так, что ты ставишь дисплей, он работает. Человек через пару-тройку дней где-нибудь даванет и собственно по дисплею проходит полоса. Мы этого не хотим добиться, поэтому мы сейчас будем ровнять эту площадку и делать из нее немножко ее поглубже. Для чего это будет делаться? чтобы эта микросхема не лопнула во время того, как человек будет им пользоваться. Дисплей дорогой, представляет из-под себя достаточно такую сложную вещь и менять его сложно. и достаточно хрупкая вещь, поэтому мы сейчас будем заниматься выпиливанием. То есть мы берем дремель, вот это вот мы убираем. Здесь у нас есть набор юного дантиста, который нам будет помогать на нелегком деле. вот меняем насадки, вот такую. Выставляем, втыкаем, зажимаем, затягиваем. Возвращаем наши вещи на место и перемещаемся к микроскопу. Наш оператор там немножко задумался, надо его немножко позвать сюда к нам, чтобы он отравнял немножко камеру. Да, нам сейчас надо эту штучку подключить. Вот. Включаем. Вот. До верталла. - Смотрите продолжение в следующей серии. так ну вот мы сравняли нашу площадку еще будет пройтись язычком заусенки заодно и проверить действительно ли хорошо мы сняли то что нам нужно так ну теперь давайте посмотрим что нам скажет замечательно посмотрим здесь не таки отшлифована все понимаем не должно быть никаких посторонних вещей под дисплеем это просто будет тогда отражаться на самом дисплее так как дисплей мягкий то есть любая неровность будь то кусочек опилок который я участвую кусочек клея будет приводить к пузырям он дисплей поэтому этот процесс отмывки он такое достаточно неспешный лучше уж несколько раз провести тряпочкой чем потом кусать локти там наверно iphone 7 кореш там пришел поменятимость клуба наш восстановил за 3200 на семерке так ну в принципе все потом еще чуть-чуть пройдемся зафиксировать вот теперь у нас пойдут скотчи сначала вернем на место решетку динамик вот я не знаю как я предпочитаю клею сначала вот эту штуку убираем переворачиваем позиционируем позиционируем потому что здесь ничего у нас лишнего не было так вот все ровненько оп все ровненько все ровненько все сорино ровненько вот нужно вот эту штуку снять и заняться разглаживание данного скотча он должен как раз вот эти грани защищать от каких-то надавливаний и прочих вещей так что что стало время установки еще раз все проконтролируем никогда нельзя торопиться особенно с гнутыми дисплеем так ну вроде потусторонних вещей там нет да смотрите то есть мы сейчас будем снимать фольгу точнее защитную пленку с фольги она вот видите так не очень хорошо идет брать за середину дисплей очень не рекомендуется потому что это чревато аккуратненько по чуть-чуть по чуть-чуть наши замечательные друзья из поднебесной не поленились положить теперь нововажным фактом в отсутствие пузырей является разглаживание данной пленки это ну не знаю надо производить очень аккуратно тут я вам много советов никаких не дам то есть я беру вот пластиковую такую как бука . и вот так вот аккуратненько не давя прохожусь вот так вот чтобы ее просто отравнять пузыри конечно будут любом случае но пусть их лучше будет меньше они будут не так заметно чем их будет много и клиенту то он будет недоволен вот ну чтож стало время так начально еще такая штука есть тут глазок на сервисном модуле он заклеен здесь вот всякие остатки роскоши китайского пиршества под названием клей ну что теперь смотрим как мы все это будем дело позиционировать вот так это выглядит сейчас мой папа какой-то кусочек лишний ну да кстати рекомендую на такие вещи смотреть немножко сбоку тогда точно видно что там что-то лишнее присутствует вы не поймете даже сама маленькая частица будет под дисплеем видится как блин пытаясь подобрать сравнение такое которое не особо будет шокировать людей в общем как прыщ на носу лучше убрать лишний вот так вроде все чистенько все поехали то есть начинаем мы укладывать дисплей он загоняем шлейф вот так и вот верхнюю сначала равняем вот так вот вот чуть-чуть прижимаем чуть-чуть не надо там давить сильно и вот здесь вот мы уже идем отравнивать по кнопке отравняли по кнопочки посмотреть что все ровненько вот так вот ни в коем разе не вздумайте давить вот на грани это прям запрещается категорически просто это чревато нерабочим то чем там раздавленным дисплеем в общем это все я покажу как сделать так чтобы он сел вроде как нормально вот сейчас я смотрю по грани вот он все вроде хорошо теперь мы берем замечательную пупырочку и начинаем загонять все садом и по потолок между пора ультон нечем в принципе те вещи пузырики да про которые я рассказывал как бы они вот отсутствуют лишнего я не вижу телефон загружается вот он лишь кнопочки . home вот наш телефон тач кнопочки кнопочки не говорят по причине включения режима энергосбережения вернем его на место выключаем вот здесь скотч на заднюю панель мы сейчас будем отмывать крышечку и будем его наносить вот продолжим и и и в и и и и и Ну да. Да, я ему сейчас все покажу.